Я хочу сказать, что время очень подходящее для такого взгляда на российскую экономическую трансформацию. Я слушаю слово «трансформация» применяется ко всему периоду, а не только к 90-м годам. Я так вас понимаю? Это важно, потому что мы сейчас проходим очередной этап, когда исключительно важны были бы какие-то перемены в экономике. Я имею в виду в управлении, в вещах, которые связаны как раз с вмешательством человеческим, государственным в экономические проблемы. Ну, значит, тогда, раз мы так всё это расписали, значит, слово я предоставляю Владимиру Аркадьевичу Бессону. Спасибо, Евгений Григорьевич. Так слышно меня, да? Теперь ругому сделать. Значит, ну, вот семинар называется «Экономическая политика в условиях переходного периода». Мы сегодня хотим говорить именно о переходном периоде, именно о переходном периоде. Так что надеемся более-менее в тему. Значит, что мы хотели бы, в чём наша мотивация, о чём мы хотели бы сказать в этом сообщении? Ну, во-первых, мы хотели бы рассмотреть, прежде всего, российскую экономическую динамику в парадигме трансформации от плана к рынку. Да, вот такая формулировка кажется простой, банальной, да, то есть это как будто мы ломимся в открытую дверь. Ну, я постараюсь пояснить, что тут не совсем эта ситуация. И, в частности, дать взгляд с высоты птичьего полёта на развитие российской экономики с начала рыночных реформ. То есть абстрагируясь от каких-то деталей, основные черты, да, часто мы смотрим на детали, а вот тут хотелось бы на детали не смотреть, а смотреть как бы на главное. Переходный период более-менее закончился, большое видится на расстоянии, и вот мы хотим, уже достаточно отошли для того, чтобы иметь некоторое расстояние, чтобы видеть там грубо говоря слона, а не прочих на теле у слона. Вот, и на основе вот этого взгляда с высоты птичьего полёта попытаться понять, что мы можем ожидать в обозримой перспективе от нашей экономики, а чего ожидать не можем. Значит, и план нашего сообщения таков. Сначала поговорим об экономической динамике российской в парадигме трансформации, потом несколько слов скажем об итогах переходного периода опять в этой же самой парадигме, и, наконец, в связи с тем, что он у нас в первом приближении закончился, мы перешли к новой нормальности или просто к нормальности, мы попытаемся обсудить некоторые вызовы возврата к этой нормальности. Более подробно вопросы, которые здесь мы будем обсуждать, в какой-то мере прописаны в двух текстах. Был текст аналитического доклада, вот тут он показан, который делал авторский коллектив во главе с Симачёвым Юрий Викторовичем под научным руководством Евгения Григорьевича Ясина. Этот текст доступен, у него две с половиной сотни страниц, мы с Эдуардом Филаретовичем там писали одну из глав. И эта же линия потом вошла в вот этот вот доклад к апрельской конференции с Натальей Васильевной Акиндиновой и Евгением Григорьевичем Ясиным. Там тоже вот эти сюжеты до какой-то степени просмотрены. Итак, экономическая динамика в парадигме трансформации. Ну вот, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что развитие российской экономики за последние три десятилетия, с конца 80-х годов, определялось в главных чертах процессом перехода от плана к рынку. Вначале плановая экономика, потом рыночная экономика, ну, в процессе какие-то промежуточные состояния, которые характеризуются какими-то свойствами плана и рынка и, возможно, какими-то собственными чертами, ни плану и рынку, ни присущими. Ну и вот основной тезис состоит в том, что трансформация определила долгосрочные тенденции российской экономической динамики. Вот мы будем смотреть некоторые графики, но уже сейчас и все мы видели, каждый из нас видел массу графиков подобных тем, которые будут показаны ниже. И вот эти динамикопоказатели характерны для переходных процессов в системах самой разной природы, не только экономической. Во время переходного процесса бывает сначала фаза ухудшения в некотором смысле, потом фаза улучшения в некотором смысле, а потом затухание. То есть все переходные процессы когда-то затухают. Вот пели, что есть у революции начало и нет у революции конца, вот на самом деле есть и у революции, и у переходного процесса у всего есть конец, есть затухание. В каковой фазе мы и находимся в настоящее время. И хочу заметить, что вот то, что с нами произошло на протяжении последней четверти века, на качественном уровне добросовестно было до того, подчеркиваю, до начала этого процесса, описано в математической работе Арнольда Владимира Игоревича «Теория катастроф». Он писал на качественном уровне, он не экономист, он не владеет экономической теорией, но исходя из определенных аналогий с тем, как ведут себя сложные нелинейные системы самой разной природы, он по пунктам написал, чего нам следует ждать. Это не было прочитано, не было воспринято экономистами и так далее, но вот если сейчас по прошествии времени читать это, это производит впечатление. Текст короткий и хорошо написанный. Значит, как я сказал, фазы трансформации бывают ухудшения, улучшения, затухания, ну или в экономических терминах, как мы знаем, первая фаза – это трансформационный спад. Этот термин появился постфактум, что характерно, то есть до начала трансформации его не было, его ввел Янаш Корней, который ввел вот это вот понятие, он разглядел за деревьями лес и понял, что то, что происходит в Польше, ухудшение, то, что происходит в Янгеле, ухудшение, то, что происходит еще где-то ухудшение, это не отдельные несвязанные события, это проявление некоторого общего явления. И он это описал. Далее фаза улучшения – это восстановительный подъем, ну и, наконец, фаза затухания. Я не знаю экономического аналога термина этого, но просто буду говорить как затухание или завершение в первом приближении переходного процесса. Иногда говорят о новой нормальности. Вот так вот термин, наверное, не самый хороший. Так вот, это долгосрочные тенденции. Это долгосрочные тенденции. На эти долгосрочные тенденции ухудшения, улучшения, затухания наложились последствия менее масштабных событий, более коротких. Это, в частности, в первую очередь, это три негативных события, то, что мы называем кризисами, часто их называют циклическими. Я вот не могу это слово писать без кавычек, потому что они у нас обусловлены экзогенными шоками, какая уж тут цикличность. Ну и одно позитивное – это резкое улучшение условий внешней торговли в нулевые годы. Вот эти события привлекают массу внимания. Сейчас мы обсуждаем очередное такое событие, кризис, начавшийся в 2014 году. Это событие меньшего масштаба и меньшей продолжительности. И можно говорить об интерференции, ну или о наложении процессов с разными характерными временами. То есть мы можем говорить о… Вот тут вот картинка показана, это динамика российского ВВП, и вот основная динамика определяется переходным процессом, а вот тут вот обрезаны, пунктирчиком обрезаны влияние вот этих вот трёх негативных событий, о позитивном я скажу чуть попозже. Так вот, таким образом мы можем говорить о наложении процессов на процесс длительный и мощный процессов, менее длительных, менее мощных и так далее. Это таким образом вот интерференции и так далее. Можно говорить об иерархии процессов. Процесс первого уровня, процессы второго уровня. Соответственно, можно говорить о двух уровнях спадов, о двух уровнях восстановительных подъёмов. Мы видим трансформационный спад, и мы видим спад в кризисе 1998 года, спад в кризисе 2008 года, спад в кризисе 2014 года. Мы видим восстановительный подъем, и мы видим восстановительный подъем в кризисе 1998 года, в следующем кризисе и в следующем, на робкой фазе которого мы сейчас находимся. Соответственно, вот это первичный восстановительный подъем, вот эти маленькие, это вторичные восстановительные подъемы. Ну а те, кто занимается мониторингом текущих тенденций, те знают, что есть события еще меньшего масштаба, это влияние текущей конъюнктуры, которая все время переменчива, что-то там случилось и так далее. Здесь мы на этом останавливаться не будем, на событиях вот этого третьего порядка. Для этого нужны другие данные, другая техника анализа. Значит, какова хронология? Ну ее все знают, я в двух словах напомню. Хронология процесса переходного такая, то есть до кризисный пик, до начала перехода, это рубеж 80-х и 90-х годов, часто говорят о 89-м годе. Нижняя точка, ну если смотреть на краткосрочные тенденции, то уже с начала 97-го года четко обозначился подъем, потом он был прерван событием меньшего масштаба, поэтому не будем мелочиться и утверждать, зимой 96-97 года была нижняя точка или летом 98-го года, в конце лета, начало осени. В общем, скажем, что с 96-го по 98-й год это где-то вот нижняя точка, а кульминация темпов была, соответственно, 93-94 год и так далее. Потом был восстановительный подъем, и здесь чаще всего говорят о межкризисном десятилетии, когда мы удвоили свое ВВП и так далее. Вот, значит, ну и сейчас, если мы посмотрим на эти картинки и картинки такого рода, мы видим, что темпы снизились. Темпы снизились не только экономического подъема, но и инфляции. Значит, если мы посмотрим на другие картинки такого рода, то мы увидим, что промышленное производство качественно ведет себя так же точно, как ВВП, ухудшение, улучшение, стабилизация, влияние событий второго порядка. Сельское хозяйство качественно примерно так же, с поправкой на погодные условия, а также на то, что здесь потенциал есть для дальнейшего роста под понятным причинам. Строительство инвестиций опять же качественно так же, как ВВП. Грузооборот транспорта тоже примерно так же, тут некая конъюнктурная флуктуация. Уровень безработицы тоже был низкий, стал высокий, снизился ухудшение, улучшение стабилизации. В общем, все эти показатели ведут себя примерно одинаковым образом. И говоря о трансформационной динамике, важно понимать, что как трансформационный спад, так и восстановительный подъем не были обусловлены традиционными факторами производства. Есть масса работ по анализу совокупной факторной производительности, того самого остатка, который остается, если убрать вклад факторов производства в динамику выпуска. Обычно считается, что именно факторы производства главным образом определяют динамику выпуска, но есть маленький остаточек, он так и называется, остаток. Остаток это то, чего немного, да, то на переходном периоде вот именно остаток и определяет основные черты вот этой динамики. То есть это такой остаток, который доминирует, а то, что влияют факторы производства, там можно долго исхитряться с техникой, можно по-разному оценивать услуги капитала, услуги труда и так далее, но ни в каком случае не удается сделать так, чтобы этот вот остаток был действительно остатком. То есть это очень мощная составляющая. Потому, собственно, спад и называется трансформационным, подъем называется восстановительным. Так вот, важно понимать, что анализ экономической динамики последних трех десятилетий или отдельных фрагментов времени в пределах этих трех десятилетий нужно проводить, учитывая вот этот вот факт трансформации. Вот сказанные слова, на мой взгляд, банальны. А как еще? Не банально, не тривиально то, что это очевидное соображение далеко не всегда учитывается. Покажите мне хоть один анализ, хоть одну оценку output gap, которая сделана с учетом факта трансформации. Всегда берут Ходрик Прескотт и гоняют так, как будто у нас не было вот этого гигантского падения. Все здесь сделаны десятки, наверное, работ по этой части. Ни одной я не встречал, чтобы хоть кто-то упомянул. Всегда в начале у нас, например, в 95-м году получается перегрев. Вот как мы, как экономисты, к этому тезису относимся. Или когда берут и начинают анализировать динамику, скажем, 2000-й год, миллениум, цифра круглая, число круглое. Вот давайте с 2000-го года посмотрим, как у нас развивается динамика. Мы видим подъем, а вот видим ухудшение. Что случилось? Почему пошло ухудшение? Не учитывая то обстоятельство, что у нас это экономическая трансформация, объяснить это чрезвычайно сложно. Понятно, что мы все мастера на интерпретации, и мы можем дать интерпретацию в том духе, что у нас плохие институты, что там деградация и так далее, и так далее, но, тем не менее, это не дает. Далее, если не учитывать вот эти вот фазы, хотя бы этих двух процессов, основного и вот этих вот кризисных процессов, то может оказаться, что те количественные оценки, которые мы делаем, они оказываются достаточно произвольными из весьма широкого интервала значений. Простой пример. Есть международное сопоставление производительности, которое на Западе принято делать к 95-му году. Ну, скажем, 2015-й год, 95-й. Посмотрим на картинку. 95-й год – это конец фазы спада, еще не самый конец, 2015-й – это конец фазы спада очередного, так называемого, циклического кризиса. Вот линия, здесь логарифмический масштаб, вот линия, прямая линия, то есть экспонента, если перейдем в линейный масштаб, который отдает эти темпы. Если бы мы делали к 90-му году, почему нет, то есть круглое число, то результат получился бы существенно иной. Делали бы к 93-му, то результат тоже получился существенно иной. Таким образом, если наш результат чрезвычайно сильно зависит от, вообще говоря, произвольного выбора интервала сопоставления, это означает, что-то не так с нашей техникой. Не так конкретно. В том дело обстоит, что это не учитывается факт информации. На эту тему можно говорить долго, я этого делать не буду. Так вот, если вернуться к нынешней ситуации, мы должны согласиться, что процесс, переходный период в первом приближении завершился. И на этих графиках, на графиках показателей количеств, мы видим, что значения показателей вернулись к уровням, характерным для стабильной переходной экономики. Темпы инфляции у нас снизились и были до начала перехода тоже низкими. Темпы экономического рода снизились и были до начала перехода низкими. И они сейчас такие, как... До начала перехода они были все заморожены. А потом они... А сейчас они свободны. Темпы экономического роста были не нулевые. Можно говорить о том, что это был рост низкого качества, но темпы были. И таким образом вот это вот снижение темпов, переход их в фазу, в диапазон значений, характерный для стабильных экономик, это можно рассматривать как некий признак завершения перехода. И если мы с этим соглашаемся, то та новая нормальность, в которую мы вошли сейчас, это не ухудшение, не результат ухудшения, какого-то ухудшения в экономике, это всего лишь затухание переходного процесса. Темпы экономического подъема, темпы экономического подъема восстановительного были велики, они были высоки потому, что до этого были чрезвычайно высоки по абсолютной величине темпы трансформационного спада. Вот. Когда восстановление закончилось, мы перешли в некотором смысле к естественным темпам, они не высоки, вот и все. Так вот, количественные характеристики этой новой нормальности, которая означает возврат к норме, отклонениям от которой была трансформационная динамика, так вот, количественные характеристики соответствуют старой нормальности, и вообще я бы здесь сделал упор не на слове «новый», а на слове «нормальность». Это некая нормальная ситуация. Из этого, между прочим, следует, если мы согласимся с такой трактовкой, то из этого следует, что при возврате условий внешней торговли конца межкризисного десятилетия, то есть, грубо говоря, если цены на нефть поднимутся до тех уровней, на которых они были накануне кризиса 2008 года, то у нас нет оснований ожидать возобновления экономического роста теми же темпами, потому что тогда в основе этих темпов в значительной мере был восстановительный подъем. Просто на этот восстановительный подъем, на фазу затухания восстановительного подъема наложилось краткосрочное событие, связанное с повышением нефтяных цен. В результате было явление, на которое многие обратили внимание, что в последние годы межкризисного десятилетия стабильные темпы роста ВВП обеспечивались растущими ценами на нефть при снижающихся темпах растущими ценами на нефть. Так вот, это имеет естественную трактовку, если мы вспомним, что, естественно, ожидать снижающихся темпов восстановительного подъема. Таким образом, масштаб экономики, вот эти картинки и многочисленные другие такого рода картинки, показывают, что за время реформ масштаб экономики изменился совсем не сильно. С 90-го года по 2014 ВВП вырос всего на 19%, то есть 0,7% в среднем за год, и я не поручусь, что эти 0,7% статистически значимо отличаются от нуля. Таким образом, в первом приближении масштаб экономики остался прежним, мы вернулись к прежней повестке, по большому счету, которая была во второй половине 80-х годов, и возникает вопрос, а что тогда изменилось? Изменилось очень много. Изменился тип экономики, произошли масштабные структурные и институциональные изменения, и экономика изменилась скорее качественно, чем количественно. Вот тут два слова следует сказать об этих качественных изменениях, в чем они состоят, и как объяснить некоторые парадоксы, которые бросаются в глаза, если мы будем смотреть на статистические данные. Ну, все мы знаем, что накануне начала трансформации в нашей экономике были определенные серьезные диспропорции. Был сырьевой характер, было искажение ценовых пропорций, была неконкурентная конечная пропорция. И причинами было то, что это была плановая экономика, отсутствовала конкуренция, была авторкия, были другие причины. И эта ликвидация диспропорций считалась одной из целей реформ. Так вот, кажущийся парадокс состоит в том, что при переходе к рынку сырьевой характер усугубился. На единицу продукции добывающих отраслей мы стали производить меньше продукции обрабатывающих отраслей. То есть это не соответствовало ожиданиям совершенно. И причина здесь достаточно проста. Когда открывается ранее замкнутая экономика, а когда она открывается внешнему миру, то экономика, грубо говоря, производит сырье и конечную продукцию. Сырье по определению конкурентоспособное, а конечная продукция не вполне конкурентоспособная ни по цене, ни по качеству. Тогда сырью становится доступен внешний рынок, а внутренний рынок становится доступен зарубежным производителям более конкурентоспособной конечной продукции. И мы получаем вот этот перекос. В результате происходит отказ от неконкурентоспособной конечной продукции. И мы это и видим на наших статистических данных. Когда мы говорим о том, что сырьевый характер усугубился, это является отражением того, что экономика избавилась от шлаков, ну и высвободившиеся ресурсы сырьевые, энергетические были направлены на экспорт или в другие сектора, произошла реалокация. А то, что мы направили на экспорт, в ответ через импорт мы получили потребительские и инвестиционные товары. Тут можно приводить много примеров, я не буду на этом останавливаться. Так вот, состоялось таким образом переход к рыночным отношениям и либерализация внешнеэкономической деятельности. Так вот, произошедшее вхождение в структуру мировых хозяйственных связей позволило получить выгоды от участия во внешней торговле. Ранее экономика была лишена в значительной мере этих выгод в силу авторкии. И результатом явилось то, что то сырье, которое мы высвободили в результате сворачивания производства неконкурентоспособной конечной продукции, оно позволило нам импортировать потребительские товары, инвестиционные товары. И результатом явилось то, что у нас произошел резкий рост благосостояния. Ну, тут две картинки, которые иллюстрируют косвенно динамику благосостояния. Это оборот розничной торговли в постоянных ценах. Он вырос на минуточку в три раза. Я уже сказал, что за это же время ВВП вырос на 19%, а это в три раза. Вот если эти две картинки поставить рядом на одной странице, на одном слайде, будет большой парадокс, как это объяснить. И вот эти вопросы постоянно задавались. Вот объяснение простое, объяснение трансформационное, что это есть трансформационный бонус. То сырье, те энергоносители, которые мы неэффективно трансформировали в конечную продукцию, мы их высвободили, мы их продали, можно радоваться, можно огорчаться, что мы их вывезли за границу, но взамен мы получили нечто. И это нечто позволило нам поднять благосостояние очень существенно. Это трансформационный бонус, это одноразовый эффект, и между прочим, одно из следствий этого, это всем известный уровень электоральной поддержки власти населением. Вот когда некий показатель благосостояния растет в три раза, то население будет поддерживать власть. Хочу заметить, что этот рост по времени, вот если мы посмотрим, это нулевые годы, главным образом, это именно тот период, когда наблюдался взрывной рост, рост близкий к экспоненциальному для стоимостного объема экспорта и импорта. То есть это именно тогда, когда мы входили, когда экономика российская входила в структуру мировых хозяйственных связей, мы и получили вот этот вот большой подъем. Мы получили большой подъем. Это не случайно. Что дальше? А дальше подъем состоялся, мы перешли на более-менее стабильные уровни, во всяком случае нерастущие, и уровни эти волатильные. Следовательно, благосостояние перешло на более высокий уровень, но дальше мы не можем ожидать такого же роста благосостояния, просто потому что вхождение, оно происходит один раз. И бонусы, и плюсы, и минусы мы можем получить однократно от этого. Следовательно, если мы стоим таки на парадигме трансформации, то мы должны признать, что у нас в рамках этой парадигмы нет оснований ожидать более дальнейшего роста благосостояния теми же темпами, как были. То есть тот, кто говорит, что еще в три раза вырастет, ну я хотел бы спросить, объясните, аргументируйте. И есть минус, состоит вот еще в чем, что войдя в структуру мировых хозяйственных связей, причем войдя главным образом сырьем и энергоносителем, то есть тем, чем мы можем входить, мы поставили себя в зависимость от конъюнктуры мировой, то есть наше благосостояние поднялось, но оно стало более волатильным. И с этим придется жить. Значит, аналогичным образом можно говорить о том, что выдавливались трудовые ресурсы, избыточные из промышленности и сельского хозяйства, аккумулировались главным образом в секторе услуг, это дало еще один бонус трансформационный и послужило определенным демпфером. Отказ от скрытого субсидирования стран СЭФ и бывших союзных республик тоже дал трансформационный бонус. Значит, и это все однократно. Это все однократно. При этом надо всегда сказать, говорить и о минусах, то есть минус состоит в частности в том, что исправление одних диспропорций сопровождалось возникновением других. Других я говорил о том, что у нас была ситуация авторкии в начале переходного периода, к его середине у нас сложилась обратная ситуация, когда у нас гипертрофированная доля импортированной продукции была на внутреннем рынке. Были определенные проблемы, здесь я говорить не буду. Ну и последнее, вызовы возврата к нормальности. Хорошо, мы проехали трансформационный спад, мы прошли восстановительный подъем. Что дальше? Ну, вот до 30-летия у нас антикризисная повестка доминировала, сейчас она более-менее исчерпана. Потенциал восстановительного подъема в основном исчерпан, то есть экономика получила бонусы и понесла издержки, связанные с трансформацией. И если мы хотим, чтобы экономический подъем дальше продолжался теми темпами, какими мы хотим, то мы должны искать какие-то другие причины, какие-то другие источники экономического подъема. Поддержание прежних темпов роста прежними методами невозможно. Вот грубо говоря, мы летели на крыльях восстановительного подъема, все, прилетели, полет окончен. Сейчас какие-то другие факторы должны действовать. Вот, и это должно войти в повестку. Антикризисная повестка таким образом в целом исчерпана, ну, а дальше можно перечислять, что может нам помочь дальше. Мы это много обсуждали с Эдуардом Филаретовичем, консультировались с коллегами. Пока представляется, что лейтмотивом должно быть все-таки постепенный переход к более тонким, точечным, дифференцированным мерам экономической политики. То есть, если во время восстановительного подъема была эйфория, и благодаря потенциалу этого подъема мы имели возможность пренебречь какими-то факторами, такими, как, например, качество институтов, тогда у нас возникла и большая коррупция, и государствование бизнеса, и ручное управление и так далее, то сейчас уже такими инструментами, такими институтами, наверное, мы немного можем достичь. Ну и вот должна быть адаптация экономики низким темпом инфляции, развитие инфраструктуры, подъем отдельных отраслей. И самые последние полминуты это у нас, как я сказал, сформировалась диспропорция в процессе переходного периода, который изначально не было, состоящая в гипертрофированной доли импорта на внутреннем рынке. Так вот, здесь имеет смысл говорить об импортозамещении, но не о таком, как в Южной Америке, а об импортозамещении ограниченном, направленном на исправление диспропорции. И инструментом для идентификации узких мест в структуре экспорта и импорта могли бы быть таблицы затрат и выпуск, которые, вот, сравнительно, недавно появились, это великолепный инструмент, и они позволяют вот проводить такого рода анализ, построить такие вот таблицы, типа той, которая приведена на графике, которые показывают, вот, где в производстве какого, каких видов изделий у нас велик промежуточный спрос там и так далее, и так далее. И вот, поскольку речь, видимо, должна идти о достаточно тонкой настройке, о дифференцированных каких-то мерах, то мы должны, соответственно, лучше понимать, как бы повысить нашу разрешающую способность нашей аналитики, нашей статистики, лучше понимать, что у нас происходит, что у нас происходит в нашей экономике, пользоваться вот такими развитыми инструментами, как таблицы затрат и выпуск, ну, и вот уже не ожидать, что нас поднимет какой-то попутный ветер, подхватит и понесет дальше. Спасибо. 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 Так, это у нас не приняло. Прошу прощения. Так, три вопроса. Есть? Нету. Тогда мы переходим к оппоненту. Прошу, Борис Викторович, начинаю. Спасибо. А вам по 10 минут или по сколько? Уложите? Я к вам все. Добрый вечер. Я постараюсь сбалансировать хорошее и не очень хорошее. Что хорошего, с моей точки зрения, естественно, в том, в том, что вот, скажем так, это, на мой взгляд, действительно, все еще важная, вечно актуальная тема, ну, скажем так, пробуется на зуб, так сказать, исследователями. О какой теме идет речь? На самом деле, не только в той части, так сказать, которая докладывалась сегодня, но если посмотреть, так сказать, доклад в целом, по сути, есть попытка рассмотреть два процесса. Можно их и тут, и другое называть трансформационными, но на самом деле они хоть и взаимосвязаны, но различны. Одна трансформация – трансформация институтов. Ну, в самом примитивном его понимании, как правила игры. Вот менялись, так сказать, институты, менялись правила игры. И тут можно рисовать свои кривые, как они менялись, в какую сторону, в какой период. Одновременно происходили, можно назвать, трансформации или просто изменения в экономике, выраженные в росте, в структуре и в других экономических показателях. Ну, там много графиков сегодня нам показывали. Вот с моей точки зрения, это действительно сложная и важная задача, потому что понятно, что трансформация институциональная ведет за собой трансформацию экономическую. Но и экономическая трансформация может быть причиной изменения институтов. Ну, особенно если мы говорим об институтах в широком смысле этого слова, в том числе и неформальных. Ну, в конце концов, мы с вами большая часть здесь присутствующих хорошо помним, как формировались неформальные институты в 90-е годы, связанные именно, так сказать, с провалами в экономике. Значит, взаимоотношения это очень сложное. Особенность переходных экономик вообще, ну, России в частности, состоит в том, что если в стабильных, более-менее устаканившихся экономиках и те, и другие трансформационные процессы, они такие инкрементальные, относительно небольшие и плавные, то здесь вот такая шоковая трансформация и экономики, и институтов, что, собственно, дает довольно интересные эффекты взаимодействия, потому что понятно, что там есть и лаги, там изменения институтов может вести, может не вести к изменениям в экономике и наоборот. И, наверное, именно сложность этой проблемы и определяет то, что, ну, насколько я понимаю, вот какой-то такой более-менее комплексной теории перехода, теории переходных экономик не создана. Григорьева нет, он считает, что он создал, нету. Значит, тогда, говорю, не создана. Я, по крайней мере, не знаю. Но дальше вот мы уже по-теперимскому плавненько переходим к критике. Значит, вот эти два процесса институциональной трансформации, экономической трансформации, ну, в общем, как и положено в экономической системе, приводят к какому-то равновесию. Вы можете назвать это равновесие неэффективным, эффективным, но это все равно равновесие. От того, что оно неэффективно, это только означает, что оно уравновесилось где-то ниже, чем могло бы уравновеситься, но оно все равно равновесие, То есть это некая стабильность. Ну, как показывает, например, история Китая, вот такое неэффективное равновесие может существовать тысячелетиями, пока не приплывет кто-нибудь и не даст залпы, так сказать, из пушек по портам. Но есть вот внешние шоки, есть внешний мир, который как бы в неэффективном равновесии нам долго оставаться не позволит. В докладе написано, что вот это неэффективное равновесие в том числе у нас выражается в том, что все основные игроки, они как бы вполне довольны и не хотят ничего менять. Ну, они, может, и не хотят, но им никто не позволит, так сказать, долго оставаться в этом равновесии. Будут периодически возникающие шоки, которые будут выводить. И вот я еще раз говорю, я не могу сказать, что я согласен как бы со всеми выводами авторов, потому что многие вещи, ну, скажем, я не понимаю. То есть я не понимаю, например, как же так, мы вернули, то есть мы не росли, 0,7% в год, да, то есть, грубо говоря, мы на уровне 90-х годов, а благосостояние выросло до небес. Вот есть в этом какое-то некое противоречие, да. Значит, есть противоречие, с моей точки зрения, ну, такое методологическое. Ну, например, ну, достаточно сильное интересное заявление, что объем товара оборота лучший показатель благосостояния, чем, скажем, показатель доходов, да, там, то, что обычно, так сказать, используется. Нет, я даже, в докладе этого нет, но я даже могу объяснить, почему. Если у вас, например, 40% теневых доходов, которые не учитываются статистикой, то да, товар оборот, ну, люди теневые, не теневые, а тратят-то все равно, да, то товар оборот может ловить то, что не ловит статистика доходов. Но если у нас такая плохая статистика, что есть такой разрыв, то тогда можем ли мы вообще всерьез смотреть на динамику Росстатовских показателях, на которых, собственно, и основан в основном этот анализ. Тем не менее, что, на мой взгляд, вот какой тезис, безусловно, верный и важный. Ну, если мы будем рассматривать вот экономическую, экономические изменения в терминах производственной функции, там, того же Коба Дугласа в тех или иных вариантах, то действительно надо признать, что российская экономика в период вот этих бурных трансформаций туда-сюда, она, в основном, эта динамика объяснялась вот этим совокупной факторной производительностью, вот этим остатком, ну, кто его называет остатком Солоу, кто-то называл остатком Абрамовича, там, не суть важна. Ну, вот этим неучтенным, что такое вот этот вот совокупный фактор на производительности? Нечто неучтенное динамикой факторов производства. И, да, вот с этой точки зрения, вот этот период, когда капитал не меняется, труд не меняется, а экономика меняется за счет того, что у вас совокупная факторная производительность? Наверное, действительно, мы закончили. И, тем не менее, если говорить о трансформации вот терминных тех двух процессов, о которых я сказал в начале, мне кажется, ну, скажем так, недостаточно обоснованным тезис авторов о том, что вот стагнация темпов или снижение темпов означает завершение процесса. Да, завершение, затухание, там, и так далее. Точно так же, как равенство темпов 87-го года и 2018-го тоже не означает, что экономика вернулась там куда-то. То есть, я не считаю, что российская экономика вошла вот в нормальность, да, и теперь вот на самом деле, да, мы исчерпали какие-то резервы, так сказать, трансформационного спада, но если мы посмотрим на трансформацию в терминах института, институтов и правил игры, то они у нас меняются, при том, что экономика не растет и не меняется, структура экономики практически стагнирует, а институты меняются. Ну, позвольте, ну, в общем, всем уже очевидно, да, что все большая и большая часть экономики так или иначе оказывается завязанным на государство. Не обязательно это государственные предприятия, но это предприятия, которые работают на государственной компании, да, на государственной корпорации. И вот если вы возьмете весь кусок экономики, которая работает на государственный сектор, это довольно приличная доля, которая играет по другим правилам. И больше того, постоянно, пусть не очень заметно, по мелочи, правила игры меняются в пользу государства. Во многих случаях по закону государство уже неравноправный экономический агент, а агент, который играет по особым правилам. Кстати, разрешение кому-то играть по особым правилам, это тоже правило. Короче говоря, у меня есть большие сомнения, что, цитирую авторов, каркас рыночной экономики у нас построен, остались отделочные работы. Не уверен. Я вспоминаю телебашню в Екатеринбурге, которую недавно сносили. Вот каркас, он тоже был построен, но сказать, что там отделочные работы, так сказать, осталось провести, это было бы через чок. Вот, поэтому, на мой взгляд, надо смотреть глубже и дальше, и сказать, что вот мы кончили переход, было бы неправильно. Спасибо. Здравствуйте, коллеги, спасибо за возможность выступить. Но я буду, наверное, краток, я, в принципе, готов... Да, я буду, постараюсь быть кратким, я, Борис Викторович, наверное, полностью готов поддержать и добавить еще, ну, извините, так сказать, и добавить еще несколько вот моментов. Ну, первое, что вот как-то бросается в глаза, что вот чего как бы не хватает, да? Не хватает каких-то, ну, что ли, других ключевых показателей, которые описывали бы нам вот эти структурные трансформации, вот это то, что рассматривается. А при том, что мы здесь как будто бы, вот, понимаете, все-таки имеем дело с анализом временных рядов. Понятно, что, ну, автор, он очень большой опыт у него, и это, так сказать, ну, то, что очень хорошо он имеет. Но мне кажется, что есть ведь какие-то вещи, ну, которые бы, может быть, гораздо лучше показали бы вот то, о чем говорилось, причем эти, по-моему, показатели... Владимир Аркадьевич, вы тоже считали, вот мне так, что-то я припоминаю. Ну, например, вот интенсивность структурных сдвигов. Если уж мы говорим про трансформацию, то, ну, вот было бы очень интересно... Да, вроде бы меня не слышно. Не слышно, кое-как. Кое-как, ага. То есть, например, интенсивность структурных сдвигов. Вот, ну, там можно тоже по-разному считать эти структурные сдвиги, да, но если мы говорим уж о какой-то трансформации, очевидно, там, структурной, то такой показатель, ну, просто очень интересно было бы увидеть. И более того, как раз, мне кажется, он даже в каком-то смысле гораздо больше бы показал, чем динамика ВВП, потому что, когда мы, ну, такой, таким, отчасти техническим анализом, что ли, занимаемся вот динамикой каких-то показателей, то мы, вообще говоря, не можем так вот однозначно утверждать, а что стоит, ну, вот упало, выросло, нет. На самом деле, автор интерпретирует, на мой взгляд, правильно, но просто вот убедительности, что ли, не хватает вот этой интерпретации, с которой, в принципе-то, я во многом согласен. Не во всем, но во многом согласен. Вот. И вот мне кажется, что вот буквально набор, ну, нескольких каких-то тоже, не надо их, так сказать, много иметь, да, но каких-то вот дополнительных показателей, ну, просто бы очень хорошо бы раскрыл тему. То же самое касается и каких-то вот, ну, чуть более детальной картины, ну, вот, собственно, а в чем состояла, например, трансформация, да, ведь, потому что, да, вот в тексте, который, ну, статьи, с которыми я тоже ознакомился, там про это несколько больше, но все равно недостаточно, как мне кажется. То есть вот, ну, какую экономику мы имели до и какую после. Там есть слова самые разные, подавляющее большинство, с которыми я согласен. Но, опять же, картинка красивая, она бы сказала часто гораздо больше, чем вот много слов. И это бы вот просто очень усилило. Еще одно маленькое одно такое замечание, что, вообще говоря, действительно, трансформации бывают разные. Вот, кстати, анализ бы дополнительных показателей бы, наверное, показал это, если мы посмотрели бы на другие страны. И, вообще говоря, вот если мы вот смотрим на Россию, надо понимать, что это шоковая трансформация, да, на самом деле. А вот, например, Китай проводил, ну, последние десятилетия тоже трансформацию, вообще говоря, причем довольно-таки сильную, но не шоковую. Но мы-то там не увидим вот тех траекторий, которые сейчас нам демонстрировал автор. Получается, что, пользуясь этим инструментом, мы словно бы не заметим, что ли, получается, трансформация, которая произошла с Китаем. Но она же, очевидно, произошла. Вот, значит, инструмент, ну, вот как-то надо расширять, мне кажется. Это вот я в ту же сторону. Теперь, ну, вот диспропорции, да, вот это слово, с которым я бы тоже подискутировал, опять же, вот в каком-то смысле, на каком-то интуитивном уровне можно догадываться, что имеет в виду автор, и во многом даже вот с ним соглашаться, так сказать, в разных местах. Хотя, ну, скажем, вот в статье, окей, тут было выступление, но вот есть статья, от которой я тоже отталкивался. Если уж мы заговорили о диспропорциях, так сказать, еще советского периода, я вот с удивлением не обнаружил, так сказать, ссылки на того же Еременко, который, ну, очень, так сказать, проработал эту тему, да, и хотя бы вот библиографии, если бы он стоял, и ссылка на него в каком-то контексте была бы, то просто было бы понятно, например, ну, там, по тому, насколько согласен или не согласен с какими-то вещами автор, ну, что он имеет в виду там под диспропорциями и так далее. Здесь вот многие вещи вообще, они упоминают, так сказать, употребляются так, ну, я бы сказал, мимоходом, надо интуитивно угадывать, что за этим стоит, а это такие вот, ну, тезисы, которые требуют более развернутых комментариев периодически. Кстати говоря, вот это же, наверное, касается, ну, некоторые, что ли, если позволите, ценностные, так сказать, оценки трансформации, то есть вот как мы шли, до чего дошли, и как можно было бы, может быть, пойти. Окей, пусть с точки зрения какого-нибудь, ну, вполне себе нормального критерия, как вот экономическая эффективность. И так, ну, понятно, наверное, да, что я имею в виду. То есть, в общем, вот такого рода у меня соображения в основном, не знаю, я просто, чтобы, у меня есть, ну, как бы размеченный текст, я готов его там передать авторам, да, то есть вот с комментариями там уже по статье, с более детальными. Здесь просто, ну, времени, наверное, мало, и там, наверное, поэтому, как бы, вот... — Друзья, у тебя еще маленький камушек просто. — Ну, ты такие, как бы, камушек, а потом полчаса. — Не-не-не-не, я короткий камушек. Я хотел просто сказать, что вот при том профессионализме, да, который сделан, в принципе, текст, ну, действительно, так сказать, авторы, безусловно, профессионалы в анализе ряда. Но если автор использует такой термин, как «избыточная доля импорта на рынке», предполагается, что он знает, какая доля нормальная. А тогда возникает вопрос, а кто решает, какая она нормальная? Вот. Ну, и последнее, тоже от себя. Автор закончил риторическим вопросом, что, типа, вот мы закончили трансформационный спад, потом трансформационный подъем, и вот теперь должны решить, что дальше. Я скажу вам, что дальше. Трансформационный спад, а потом подъем. Вы оптимисты, неожиданно. — Спасибо большое. Ну, в принципе, как бы, можно переходить к выступлениям, да. Я хочу дать слово Эдуанду Филареновичу, что он хотел бы ему немножко. Должен сказать, пожалуйста, у него есть... Уважаемые коллеги, мы с Вадимом Аркадьевичем в этом году отмечаем четвертьвековой юбилей нашей совместной ежемесячной работы по мониторингу динамики промышленного производства. Остальные мониторинги позже возникли, а этот возник с 93-го года. Ежедневно проводился, ежемесячно проводился. Ну, понимаете, когда вот смотришь месяц в месяц за месяцем, ты не видишь всей траектории. Вот текущие изменения, как они происходят, чего... Их тоже важно ловить. Но вот мы попытались все-таки вот накопилось достаточно много за этот период всего, вот посмотреть на это как бы сверху немножко. Ну, как вот Владимир Аркадьевич сказал, да. Мы не претендуем тут на истину в последней инстанции. Мы назвали свой доклад «Взгляд». Это некоторое приглашение к тому, чтобы в эту проблему углубиться. Могут быть разные точки зрения. Но, по крайней мере, понятно одно, что да, произошел вот такой вот существенный переход. Вот мы действительно перешли к рынку. Другой вопрос – насколько этот рынок хорош? Это другой вопрос, понимаете? То, что в это, ну, нормальное, это вот, не говорю, но ненормальное, но вот традиционной западной рыночной экономики складывалось столетиями, притиралось друг к другу, а мы, что, думаете, за 25 лет способны на такой уровень выйти? Да это просто физически невозможно. Потому что перестройка институтов потребует существенно большего времени. И опытно у нас показывает, что все наши попытки вот так вот сходу чего-то здорово поменять, они, естественно, и на старые традиции, и на все, что угодно, упираются. И это еще будет какой-то держать. То есть я хотел подчеркнуть, что мы говорили об этом переходе только, ну, с точки зрения изменения самой структуры производства. Вот с этой точки зрения. А, конечно, еще очень многое предстоит сделать. И важный вывод такой, что теми методами, которыми рост обеспечивался за прошедшее время, дальше расти невозможно. Нужно искать новые пути. Ну, некоторые соображения мы высказали, мы понимаем, что это еще так некоторые только штрихи к этому. Этим надо всерьез заниматься. Но важно понимать вот это. Ну, и по поводу того, о чем здесь немножко говорилось, я только кратенько так. Насчет нормальности. Я согласен, термин может быть неудачей. Насчет вот именно самого понятия нормальности нужно. Ну, с этим можно согласиться. Насчет измерений, связанных с факторной производительностью и так далее. Вот на таком вот, такой динамике эконометрика работает очень плохо. Она требует для оценки параметров достаточно продолжительного, стабильного промежутка времени. А когда у вас такие перегибы происходят, и вы начинаете показателями, которые сложились в относительно стабильном периоде, пытаться оценивать, что происходит и какие там факторы делают, вы получаете абсурд. Мы с этим столкнулись еще в начале 90-х годов. А эконометрика просто перестала работать в период редких спадов. Естественно, при переходе от редких спадов к подъему, поэтому тут вот факторная производительность, наверное, на таких интервалах достаточно сложно оценивать. Ну и последнее, о чем мне хотелось сказать. Это о роли государства. Тут все правильно говорилось. У нас очень много государства там, где его должно быть, и его, к сожалению, мало там, где по-настоящему должно быть государство. Это установка правил игры, соблюдение правил игры и так далее и тому подобное. Вот здесь у нас, к сожалению, пока еще, значит, с этим делом роль государства в этом направлении нужно существенно усиливать в этом. Ну и самое последнее, очень ценное замечание о Китае, я считаю, только понимаете, почему? Потому что то, что происходило в восточноевропейских странах и в наиболее резкой форме у нас, существенно отличалось от того, что происходило в Китае. Это правильно. У них вот этого вот спада вот такого шокового не было. Он у них, вернее, прошел до того, когда мало там все свои эксперименты проводил, довел до полной нищеты. Ну поэтому, значит, там это все происходило. Но понимаете, у китайцев, в силу их многовековой истории, рыночные традиции в народе, они очень крепко закрепили. Ну вы сами знаете, вот даже вот потому, как китайцы себя ведут в тех странах, где они живут, так? И это, конечно, им существенно облегчало вот эти процессы перехода. А у нас, когда у нас за три поколения любое, так сказать, рыночные представления были начисто вытравлены из сознания людей, то есть те, у кого рыночные были, они были все считались преступниками, понимаете? Ну, конечно, на таком фоне это все было происходить. Я хотел бы поблагодарить оппонентов. Они делали ряд очень ценных замечаний. И я думаю, тут о теории как раз говорилось. Теорию, конечно, предстоит... Предмета для теории не было. Никто так еще не переходил, понимаете? Вот сейчас накопилась некоторая статистика, как себя вела экономика за этот период у нас в Восточной Европе. Вот это может уже быть основой для каких-то теоретических обобщений более глубоких. Мы на это не претендовали. Все. Теперь, значит, вам слово. Кто желает? Пожалуйста. По-моему, это... Это гипотезон. Вам не извините, я говорю, по-моему, то, что я совсем уже ослеп, не вижу. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я с огромным уважением отношусь к обоим авторам. Ну, впрочем, и к обоим оппонентам тоже. Но... Да. Но я начал с авторов, потому что речь идет об их взгляде. И вот я хочу сказать, что, несмотря на огромное уважение к авторам и лично, и к тому, что они делали на протяжении 25 лет в тандеме и по отдельности, я все-таки не готов купить их взгляд на жизнь. Мне скорее ближе то, как видят это дело оппоненты. Значит, что меня прежде всего, так сказать, останавливает перед покупкой того, что они предлагают? Это, как мне кажется, очень механистический взгляд на процесс. То есть такое ощущение, что все предопределено, если мы вступаем в такую трансформацию. Не случайно ссылка на великого математика Арнольда, который написал книгу свою в 90-м году. Значит, получается, что все предопределено. И если бы мы прочитали эту книгу, мы бы знали бы все. И глубину падения, и темп спада, и темп подъема, и потом точку, когда мы выйдем на какой-то... Я думаю, что нет. Я думаю, что все гораздо сложнее. И картина, и вот эта вот кривая трансформации, она определяется не только тем, что это трансформационная рецессия, а тем, что есть политика, тем, что есть институты и институциональные изменения самые разные, тем, что страна входит в мировую торговлю, и процессы, которые есть в мировой экономике, начинают влиять, и многое-многое-многое другое. И поэтому никакой предопределенности, как мне кажется, здесь нет. И было бы очень полезно, ну, посмотреть не только на показатели, на картинки такие наши, но и... А как это все дело происходило в других странах, которые шли в том же самом направлении, мы увидим, что вариация довольно большая, и даже похожие изначально институционально и структурно страны, они могли двигаться и разными темпами, и по разным дорогам. Теперь, значит, а что у нас является критерием вот в данной картине мира, что является критерием завершения перехода? Снижение темпов роста. Ну, мне кажется, что этого просто недостаточно. Есть миллион причин, по которым темпы роста могут снижаться или падать. И мы видим, что страны, которые находятся на очень высоком уровне развития, они вдруг резко замедляются, или потом какие-то страны начинают ускоряться. Вчера была блестящая совершенно лекция Филиппа Агиона про шампентерианский рост и политику Макрона, и реформы Макрона. И он приводил примеры, и примеры по Швеции, и примеры по Франции. И никакой заданности здесь нет, и многое является функцией, конечно, политики. Теперь, значит, если мы говорим про трансформацию и про какие-то критерии, которые могут завершение этой трансформации описывать, то мне кажется, что не только темпы роста, о которых я уже сказал, что мне кажется, это недостаточно, но нужен какой-то взгляд и на структуру, и на институты. Но и здесь есть очень много обманчивого. Если мы будем смотреть, например, на институты, мы можем прийти к выводу, что многие институты выглядят у нас уже очень давно так же абсолютно, как они выглядят в Западной Европе, потому что была попытка их трансплантации. Другое дело, что они работают совершенно не так. И за внешней видимостью, если не лезть вглубь, мы можем очень сильно обмануться, потому что выглядит так же. А, так сказать, на самом деле все совсем другое. И в этом смысле, если говорить о том, в чем суть трансформации и когда она может быть завершена, то это очень такая многомерная история. И последняя, наверное, да, еще, значит, другая вот тоже относится к тому, а что за этими вот картинками может быть. Ну вот, например, картинка динамика ВВП в постоянных ценах. И мы видим период роста с 99-го там по 2008-й год. Значит, вот в концепции авторов это как бы естественное отыгрывание того спада, который произошел. Но, слушайте, было бы такое же отыгрывание, если бы не было роста цен на нефть. Но был еще один фактор, который нам тогда сыграл в плюс, а в ближайшие 10 лет будет играть в минус. Это демография. За это время не только выросла численность занятых, но вот я имею в виду за эти 10 лет, но экономика получила невероятный бонус с точки зрения численности занятых в экономике молодых людей до 40 лет. И эти молодые люди оказались гораздо более образованными, чем те, которые были в старших когортах. И по оценкам Всемирного банка, значительная часть этого роста, ну, они чуть ли не треть называют, это эффект демографии. Значит, в ближайшее десятилетие мы получим все с точностью да наоборот. И эти демографические параметры будут к 30-му году вернуться к началу 2000. Но это все говорит о том, что вот нет этой самой предопределенности, и все могло быть иначе при иных условиях. И последнее, что я хотел бы сказать, была такая работа, она была опубликованная в конце нулевых, многие ее знают, она называлась «Winners Take All» Джоэла Хеллмана. И он говорил о том, что когда начинаются реформы, если они идут медленно, то появляется довольно, появляется мощная группа бенефициаров, которые являются бенефициарами начальных реформ, то есть связанных с либерализацией. И они в силу того, что они близки к власти, в силу того, что они оказались на нужном месте, в силу разных, не очень экономических, а скорее политико-экономических причин, они захватывают и собственность, и власть, начинают определять политику, и они же становятся движущей силой замедления и консервации реформ. И в результате трансформация может двигаться совсем не так, как мы бы изначально хотели. И мне кажется, что в нашем случае это как раз тот самый пример, о котором они говорят. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, кто еще? Спасибо за интересный доклад. В принципе, приведенная статистика, она как бы убеждает, и процессы, которые здесь названы трансформационным и восстановительным, они имеют место быть, конечно. Но слабость, как указывали уже выступающие, слабость, на мой взгляд, доклада, как уже отмечали выступающие, в том, что эти количественные оценки и статистика не наложены на качественную картину. Что я имею в виду? Ну, вообще-то, в принципе, известно, что экономика, она развивается, имеет, ну, три этапа, грубо говоря, развития. В свое время еще был, зафиксировал, окончание индустриального этапа развития западной экономики и перехода к экономике услуг, постиндустриального этапа. Если мы посмотрим, даже такие вот работы ММА, там уже в начале 2000-х годов эти три этапа были прописаны. Это этап индустриализации, этап экономики услуг и так называемая финансовая экономика, на этапе которой находится западная экономика на сегодня. Вопрос в том, где мы находились в 90-е годы, в начале 90-х годов, и где мы находимся сейчас. Почему это важно? Потому что исходная позиция определяет последовательность дальнейшего развития. Всем известно, что в советский период, так сказать, рыночной экономики не было. Поэтому для того, чтобы она возникла, необходима была трансформация и переход к тому этапу общественного развития, назовем это так, когда эти рыночные основы закладывались. Закладывались, если мы посмотрим историю, они на последнем этапе развития того, что Маркс назвал еще феодализмом. В этот период как раз и формировались основы рыночной экономики. Это переход к мануфактурам, дальше к промышленному производству. Следующий этап, это уже чисто рыночная экономика и то, что мы называем капитализмом. Это этап начала индустриализации. И вот наложение на эти качественные оценки, так сказать, всех этих вещей дает возможность понять, где мы находимся сейчас и что нам надо делать в дальнейшем. Сейчас же мы находимся в явном виде, так сказать, после трансформации, перехода от социалистической экономики к экономике феодальной на ее заключительном этапе. А отсюда у нас вывод, что ближайшая задача, которая нам грозит, да, этапность, она определяется ориентировочно по размерности циклами Кондратьева. В принципе, это в районе 40 лет где-то. Если мы перешли в 90-е годы к этапу трансформации и стали формировать рыночную экономику, соответственно, этапность эта заканчивается где-то в районе 30-го года. Поэтому у нас сейчас основное это все-таки сформировать качественные институты и качественную экономику на рыночных основаниях. И потом уже тогда можно рассматривать следующий этап. Возможно ускорение, но для этого необходимо изменение управления, систему управления в государстве. Тогда можно более быстрый переход и, зная, что и как делать, более быстрыми темпами реализовать все этапы, которые проходили с естественным путем. Сейчас мы движемся совершенно естественным путем, поэтому процесс трансформации он достаточно долг еще будет. Спасибо. Спасибо. Кто еще? Ну что, коллеги, кто еще выступать будет? Пожалуйста. Профессору, академику. Спасибо. Я хотел бы прежде всего выразить своего года и сказать, что оппоненты были правы во многом, наверное, абсолютно правы, но это шло скорее параллельно доходу, чем было направлено против дохода. Когда-то я высказал свое неодобрение статьям, которые пишутся, публикуются в наших вполне респектабельных журналах и, в частности, в журнале новой экономической ассоциации. И главный редактор сказал мне очень любопытную, с моей точки зрения, вещь, что одно из главных отличий наших от западных журналов состоит в том, что у нас нет нормального рецензента. Мы посылаем статью на нормальную рецензию, получаем в ответ либо какой-нибудь хвалебный памфлет, что все замечательно публиковать в таком виде, либо совершенно разгромный отзыв, что все это никуда не годится, все в действительности наоборот. Рецензент никогда не пытается делать то, что делает рецензент на Западе, стать на позицию докладчика и обсудить, как лучше это можно было бы сделать. Мне кажется, что и в сегодняшнем обсуждении есть некоторая часть этой проблемы. Я хотел бы предоставить возможность одному из оппонентов, вступающих, которые очень много длинного и серьезного говорили, попытаться рассказать за 25 минут общую концепцию перехода. Некоторые из оппонентов говорили примерно половину того времени, которое было отведено докладчику, и никакие контуры его концепции не просматриваются. Мне кажется, что важным достоинством доклада является то, что в очень небольшой промежуток времени, на очень небольшом пространстве изложена достаточно подробная концепция. наверняка авторам стоило бы четче объяснить свои определения экономической трансформации, но нигде в докладе я внимательно посмотрел текст, не написано, что в трансформации есть переход к рыночной экономике, который завершен. Я этого не нашел в докладе. Обвиняли именно в этом, в том, что мало говорится об институциональных переходах, что абсолютно справедливо. Попробуйте в 25 минут уважить все то, что вы хотите сказать, плюс все то, что сказано в законе. Значит, с моей точки зрения доклад выдержал требования, предъявляемые к жанру, но тема исключительно увлекательная и то, что говорили оппоненты, то, что говорили выступающие, по-моему, действительно очень важна. Только это тема следующих докладов. Спасибо. Спасибо. Кто еще желает? Все? Вы хотите? Ну, тогда я дадима. Я вот что скажу. По-первых, я хочу сказать, что доклад мне очень понравился. Ну, не сегодня. Я же его как бы пригласил наших авторов выступить здесь не случайно, потому что я познакомился с этой идеологией. Раньше читал вашу главу, и потом было выступление очень интересное Владимира Аркадьевича. Я пригласил, потому что я для себя нашел что-то интересное. Вот я об этом сегодня заявляю. по-моему, там если и вы скажете, то вы примерно так же думаете, что там какие-то вещи были для меня совершенно новыми. И как бы я их принял как свои. Тот факт, что я подписал доклад наш на апрельской конференции последний, а он был отредактирован последней версии Бессона, он об этом достаточно хорошо говорил. Значит, я считаю, что кроме того, что сказать спасибо за важную работу, которая проделана, которая бросает очень важные так сказать как бы лучи на процесс перехода России к рыночной экономике и вообще к развитию более нормальному, чем было раньше. Вот это мне кажется очевидно. Я принял, что рыночная экономика у нас создавалась не только переходный период, ну когда была условно говоря кризисная трансформация, а и тогда, когда был подъем, она тоже продолжалась, но только это как раз ваша идея, значит, она продолжалась не только потому, что были нефтяные цены высокие, но они создавали какие-то дополнительные благоприятные условия. Мне кажется, что в целом мы должны с этой точки зрения посмотреть прежде всего на доклад. Теперь, что, так сказать, я могу сказать, были интересные замечания со стороны выступающих и оппонентов, по-моему, есть над чем подумать у авторов, вот, но я хочу обратить внимание еще на одно обстоятельство. По их теории получается, что процесс перехода завершен, как бы институционально мы особо ничего уже больше трогать не должны, ну и дальше, так сказать, будем смотреть, как будут развиваться событий и так далее. А у меня есть, я просто предлагаю, я уперся в одно, и у меня вот это, знаете, меня мучит, потому что у вас... Хорошо. Ну хорошо, значит, я не предъявляю в этом отношении никаких претензий, я просто предлагаю, ведь мы же чем делимся сейчас, почему это так интересно, потому что это взгляд на изменения нашей экономики и нашего общества, который много чего добавляет к тем объяснениям, которые были высказаны раньше. А теперь я скажу о том, что меня беспокоит. Меня беспокоит то, что тогда, когда мы закончили вот этот первый этап, как вы его называете, самый первый, трансформационный спад, так, когда мы закончили, после этого сложились такие обстоятельства, когда сложились более благоприятные условия для развития рыночной экономики, но одновременно сложились более благоприятные условия для столкновения разных политических сил, предпринимателей и бюрократии. Ну, вот это имело своим концом, значит, существенное повышение доли государства. И причем этот процесс до сих пор, по-моему, не завершен. А, значит, как это откликается, как это влияет на развитие экономики? Вот убейте меня, но у меня такое вот есть ощущение, что остановка развития была связана не с завершением этого самого рыночного перехода, она была связана с тем, что при тех сложившихся условиях, при таком развитии рыночной экономики и при этом развитии влияния на экономику государства, процесс должен был остановиться. И мы как бы вот это и видим, потому что вот сейчас я наблюдаю за тем, как у нас прошли выборы, как вкладывались ситуации перед выборами, потом сформировали новое правительство и так, давайте громче, переменилось, все встало на место и мы продолжаем прежнее развитие. Есть какой-то механизм, который будет обеспечивать подъем. Если какое-то вообще нормальное состояние мы достигли, вот у меня сомнение есть насчет того, что это нормальное состояние. я лично убежден, что если бы была доля рыночной экономики повышена, я имею ввиду влияние с точки зрения собственности и с точки зрения регулирования, значит, была бы она, могли бы мы добиться еще какого-то роста? мне мне кажется, что да, потому что важные механизмы рыночного регулирования не работают или работают плохо, вместо них куча этих самых чиновников, которые там, значит, что-то подправляют и что-то придерживают. Ну и в этом, мне кажется, вот мы поступили очень правильно, что вы написали так, что текст ну хорошо читается всеми и теми, кто в одну сторону тянет и другими, которые противоположны. Но все-таки вот как-то этот фактор надо учесть, потому что когда я все время продолжаю говорить о том, что, ребята, преобразование надо продолжать. тогда у вас будет какой-то эффект, который, ради которой делались рыночные реформы. А у нас это недоделано. Вот это, понимаете, это очень существенный фактор. Я вам желаю успеха в дальнейшей работе. Я думаю, что это обсуждение было интересным. И если у кого-то появится желание, дорогие друзья, вот вы оппоненты, может быть, выступающие, выступал мой дорогой друг. Я, пожалуйста, можете, так сказать, организуем специально семинар. на этом всем благодарен. Я считаю, что это было полезно. Каждый сам про себя. Я советую подумать, что я должен в свои пенаты добавить, а что нужно продвинуться дальше. спасибо. Продолжение следует...